всем привет наши дорогие подписчики зрители канала с вами как всегда я славян и вся моя семья канал семья на чемоданах я сегодня вас приглашаю в новый выпуск новый день новый влог мы сегодня значит и хотим прогуляться собственно сейчас идем на рынок у нас махмут лари 2 рынка я кстати да давайте напомним и в турции кто впервые до попала наш канал здесь уже больше чем полтора месяца живем здесь махмут лари 2 рынка субботний и вторничный вот сегодня вторник идем на вторничный посмотрим что по ценам покажу расскажу конечно закупимся сумку мы с собой не взяли молодцы какие шикарно ну ладно есть портфель да много закупаться не будем потому что нам скоро переезжать отсюда вот поэтому не стоит и возможно сегодня сходим на море сегодня еще мне должны привести доставку из турецкого маркетплейса вот я там кое-как разобрался посмотрим правильно я все сделал вообще посмотрим смогут ли они мне доставить но вроде как заказ он уже передан курьеру вот то есть его уже мне везут то посмотрим будут звонить по-турецки что-то мне говорить я ничего не пойму но пойму походу что этот доставка ладно погнали в новый день а для тех кто впервые попал наш канал либо много что пропустил напомню покажу еще раз мы живем сейчас вот в таком вот комплексе май марин это наше уже второе жилье в алании махмут лари а в целом в турции это уже третье жилье классно на самом деле жилой комплекс он не новым по моему 2008 что ли года но отельная инфраструктура это собственный парк май марин я тоже выпуска все показывал рассказывал поэтому смотрите в плейлисте все изучаете кто захочет например сюда приехать сделать себе в н же мы здесь с детками нас трое детей вон артемка родионка насенька мирончик спит идем на рынок пока он нам дает возможность у нас когда здесь проходишь нас такая локация классно смотреть здесь открывается вид на горы а если сюда повернуться то открывается шикарнейший вид на море причем такой бульвар безумно интересный растут апельсины пальмочки высадка красиво опять он раздражает байкеры и короче с этой точки очень круто прям ходить на море мы раньше ходили по той дороге параллельной стали ходить здесь здесь вот этот вид он вообще великолепную сразу попадаешь на пляж еще сегодняшнее утро в турции началось с кипиша у русских почему потому что еще вчера лира была по отношению к рублю 4 и 1 то сегодня утром она была уже шесть половины рублей вы представляете мы тут все подыскивали квартиру и нашли два варианта которые нам прям подходили в долларах и вы прикиньте эти вот русские которые задают квартиру здесь они резко переобулись и такая одна пишет нет я фиксирую теперь цену в лирах короче 6 пищи лир теперь за месяц хотя до этого было в долларах влияйте по сухмылкой типа если завтра будет три рубля лира нет теперь только в лирах но суть как бы в том то что ребята которые здесь купили квартиры либо занимаются квартирами вот этот наш менталитет вообще мне всегда он был прям неприятен зачем так делают также и происходит в сочи когда все туда поехали все по закрывались они там ценники взвинтили просто в два в три раза и вообще им было пофигу хотя в ну я лично вообще этой истории не понимаю мне кажется нужно не терять достоинство и честь свою уважать как говорится других но к сожалению делают так что конечно очень печально ну естественно с такими людьми которые сейчас даже так поступили когда произошел вот такой скачок естественно мы уже не будем с ними сотрудничать даже если лера упадет там в нашу пользу нет все к ним уже точно мы не поедем двигаемся к рынку он уже на следующей улице будет я хочу вам показать здесь есть вот такой магазин вот вывеска валет там продается русская еда то есть можно купить оптерскую колбасу гречку прям все будет написано по-русски стой стой и чувак который задерживает магазин он тоже русский но не удивительно наверно молодец как бы прошарят и большой вот минус турции то что здесь вообще не уступают пешеходам вот один поступил неважно на пешеходном переходе не на пешеходном не пропускают ни в какую меня конечно это очень сильно бесит здесь я вначале сказал что мы забыли сумку выходим с такой обычной короче сумкой вообще нормальные люди они ходят вот с такими вот тележками на колесиках туда все складывают и спокойненько везут мы к сожалению здесь 8 ничего не приобрели вот а в этот раз вообще все забыли поэтому будем с пакетами ходить вот мы уже перешли дорогу и не все попадаем на рынок внимательно смотрите на цены на сегодняшний вот момент как мы сюда подошли ли вы сейчас 5 5 поэтому можете перемножать и смотреть что сколько стоит бананы 9 лет помидоры 75 лет ну да 25 вот по 20 из газипашавская кстати 10 мир гранаты перчик по 10 и зеленый перец тоже по 10 так мандарины давайте посмотрим по 6 мир картошка 5 то есть 25 рублей картоха у нас в среднем по 50 рублей да в россии курма по 10 бананы 9 мира так что у нас тут смотрите зеленушка морковка 5 вся зелень 2 лиры 10 рублей вот здесь помидоров к по 3 но не какие-то это не особенько далее яблочек смотрите по 6 мир 5 лир морковочка так длинный 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 и этот рынок где по 3 лиры вон там но скорее всего она маленькая и твердая 10 лир фикар ну да все то же самое вот по 5 лир авокадо вот бананы кстати хорошие по 8 лир на одну лиру еще есть такие заквасочки всякие разные так огурчики по 7 вот 3 лиры видите 5 лир яблоки 8 лир груши так вот здесь короче рай авокадо 6 5 вон вообще по 3 6 лир мандарины это что такое которое называется не помню 8 лир а по 3 лир смотри а это 20 лир 3 штуки ну да 20 лир вот это короче продают вот так вот оптом только вот по 3 штучки очень вкусно здесь турция картошка 5 лир так орешки всякие разные здравствуйте 150 грецкий орех уже чист очищенный вкусный вы вот сюда вот а вот лепешки дан который мы тоже кушали и финики сколько здесь 30 без упаковок хурма 15 лир 10 лир помидоры черри шикарнейшие вкуснейшие мы их покупали покажу вам клубничку смотрите какая вкусняцкая 30 лир какой у них завод и вкус это вообще мы всегда покупаем на рынке здесь клубничку так здесь царство бананов всякие разные так чесночок по 10 кстати обычно вообще по 20 где 6 лир вот еще авокадо но в целом цены получаются одни и те же да у всех ну плюс-минус где-то лирка в плюс лирка минус хочу найти нашего пацаненка который болтает по-русски и мы у него берем финики возможно у нас получится кстати фурму здесь вообще не брали я думаю что сегодня нужно обязательно взять смотрите какой труд как они прекрасно все раскладывают это киви просто прикиньте на один день приехать вот так вот разложить да я говорю вообще класса шикарно вообще игр так разложил на один день да очень молодец от нас это тоже сразу заметил да и клубничка наверное здесь мы возьмем клубничку и хурму надо так идем с вами дальше не почищенный грецкий орех 50 так видите семечки вот они финики в пачках 15-20 лет здесь они стоят на рынке здесь также можно сразу закупить гранатовый сок вот так выжимают и отлично сразу можно зарядиться витаминками так да смотрите дальше перчики по 10 мы всегда кстати берем вот такие перчики их называем наши перцы не болгар вот такие вот маленькие местные бананы да бананов тут много вообще на самом деле это все место ухты рыно короче туда уходит бесконечно и вон туда ой-ой-ой заканчивается продуктовый и начинаются уже прилавки с вещами здесь сайте цены такие ну ну нормальный то есть сюда тоже можно приехать одеться ну кто захочет да мы особо не покупаем мы здесь один раз купили только бодик мирону какой-то типа аля фирменный за них ну левый здесь смотрите ценники в евре как написано видите ну где-то в мире где-то в евро вообще если вы здесь окажете то лучше всего подходите и говорите родик смотри куда идешь что нужно в лирах ведь поставили пакет с едой конечно вообще молодцы короче всегда в лирах так прям на рынке здесь есть вот такое кафе вообще его хорошо видно просто сегодня его рынок закрыл миром решили что мы закажем пиде и покушать вообще кстати у них тут походу можно даже поесть как типа столовой к маме подойди сядь как давно звучит мясная продукция вот можно даже заказать шашлычок так но мы наверное будет все-таки кушать пиде большое заведение у кого нет все сфокусировано на рынке поэтому мы поддержим турецких предпринимателей и покушаем у них мы заказали заказали 4 пиде пацанам сырную насенький фарша и яйцо мне просто мясное посмотрим сейчас чуть позже покажу и заказали значит 4 чая самый дешевый чай который когда мы либо покупали по 3 лиры за чай ну и вот она конечно друзья турция вот мы заказали пиде а нам принесли еще куча петрухи то есть это вот как подачи да у них тут входит ну и масса там так и смотрите нам висит основное меню точно такой тележки по целой пиде нам и и 4 чая расставят спасибо объелись как не знаю кто пацаны тоже почти доедают еще заказали по чаю еще заказали турецкий десерт который называется кинета мы его ели уже в анталии мед сыр горячий это так короче вкусно но тогда мы особо его не поели потому что когда уже доедали его дома он был холодный поэтому не то сейчас закажем горячий и насладимся до мальчишки хотят весело пацаны смотреть как и красота подъехал так и на это так мы ели до крисовый нет какая красотища так отламывая давай покажем ну как это все закрывает представляете с сыром волоса такие волосянка шикарно давайте вилку 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 срочно вилку так теперь я пробую я вам точный вкус вот вкусно это или невкусно мы тогда и не поняли на полный жуток ладно будем наслаждаться сходил рассчитался здесь у них касса вот тут вот все это дело у нас вышло на 145 лир еще вчера еще вчера мы бы покушали 145 лир умножить на 5 и 5 это будет 790 так то есть сегодня мы поедем на 800 рублей а вчера мы бы поедем 145 умножить 4 1 4 1 а вчера это было бы 590 рублей разница вот так вот лирана сегодня утром качнула комментариях напишите цена мне кажется представляете сколько мы сейчас съели и все это на 700 рублей ладно пойдемте отсюда мы сами двигаемся в море хочу вам показать вот такие вот здания видите здесь много вообще магазинов где написано все по-русски вот дом кожи например можно приехать вот махмутларе вообще себя не чувствуешь каким-то таким туристом где тебя не поймут здесь тебя все понимают большое количество турков которые разговаривают на русском ну где-то плохо но в целом они тебя понимают а ты их тоже поймешь нас несколько дней были дождики с просветами конечно а сегодня вот с утра просто рассвет прекрасный солнышко мы естественно сейчас покушали решили что изначально мы сходим на море а на обратном пути сходим на рынок уже затаримся покажем что купили и соответственно по ценам посчитаемся пообедали неплохо прям иду как этот еле-еле сноги на ногу переваливаюсь мы пришли на наш пляж где мы стали постоянно тусоваться flower beach в этой кафешке мы постоянно заказываем себе чаёчек и показываю вам море замечательное средиземное морюшка сейчас постараюсь мирончика спустить здесь вообще кстати в турции тоже проблема вот с этими пандусами почему-то их так мало а если они есть то они вот настолько резкий ну такой резкий угол что катить конечно стремненько цвет моря сегодня прекрасный хоть и бьет волна и средиземочка как всегда великолепно и настиг на фоне гор какая друзья красота как и кайфую от того что у нас есть такая возможность каждый день приходить к морю но когда мы краснодаре то мы делаем себе эту возможность и все равно мы часто бываем возле моря на нашем берегу алания крепость алании красота мы кстати там гуляли на этой крепости смотрите выпуске также и брали катер плавали вдоль этих вдоль этих скал всех ну и покажу вам знаменитые пляжи махмуд лара ужаснейшие бетоны я не знаю если про них не знать разбежаться с пляжей просто так себе можно все переломать причем они многим не пишут они скользкие они еще не скользкие абсолютно но они здоровые и они повсюду ответе волна уходит везде эти бетоны ужас вот это просто ужас мы порой ругали сочи ай-яй-яй за то что галька завезенная завезенная галька ужасная была вот той зимой когда мы там зимовали а здесь сейчас живем и я вообще просто в шоке но есть небольшие как бы плюсики некоторые отели кто и вот че здесь пляжи до отельные они срезают этот бетон и вырезают такие песчаные проходы получаются вот здесь например напротив вот этой арочки вот этот купался как раз тоже сначала заходил в эти бетоны меня волной швыранула я ударился очень сильно вот а потом зашел вот здесь вот их вообще нету здесь как раз все вырезанное прекрасно прекрасно вам тоже морюшко друзья сегодня не знаю откуда вы смотрите какая у вас погода но думаю кадры с морем вам точно поднимут настроение если вам чуточку грустно улыбнитесь насладитесь этими кадрами этими волнами этой пеной этим цветом средиземного моря и конечно создавайте себе возможность приезжать к морю не в сезон когда очень много людей в море борщ а когда вот так вот горы солнце море по-настоящему пустые пляжи и вы будете наслаждаться этой великолепной природой так мы на рынке нас не к делает первую покупку набрали орешек взяли как обычно несколько пачек фиников что-то покажем а еще прикольное что здесь есть такие маленькие типа черри но они сушеные и они видите в орехах лежат нас не пробовал один день . сладкий мы короче взяли на пробу мы не смогли пройти мимо гранатового сока насенька пробуй вкусно пробуй только тихо 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 аккуратно не 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 а то разолет на себя вот все что мы купили огурцы тут килограмм всякие вот такие детям вкусняхи грецкие орехи пол килограмма курага это чё у нас это кабачки помидоры черри достаточно много 3 пачки фиников значит морковка петрушка авокадо клубники килограмм огромная горсть банана и все это вышло на 1300 рублей к сожалению сегодня не было доставки того что заказал на турецком маркетплейсе значит покажу это все в другом выпуске сейчас нужно приготовить ужин и скоро уже ложится отдыхать а мне для вас монтировать новый выпуск в турции есть прикол почему-то мебелью которую они заставляют квартиры они вообще никак не заботятся дом чтобы стулья не шумели и когда ты их двигаешь короче вот такой вот звук постоянный а здесь везде плитка и снизу люди просто охреневая на самом деле мы от наших соседей сверху тоже обалдеваем просто мощные звуки и сейчас стучаться в дверь я открываю думал доставка того что я заказал с магазина но нет пришла соседка снизу и говорит здравствуйте ваш соседка снизу наклейте пожалуйста на свои стулья вот эти штуки я типа вам сходила купила я объясняю что типа у нас тоже гул стоит от соседей сверху и возможно это даже не наши стулья мы как бы особо-то их не двигаем она говорит сегодня типа целый день стоит гул я говорю нас это вообще не было целый день ну вы даже свидетели да мы все они ходили на рынок на море гуляли мы сегодня готовим шикарный такой ужин решили отварить спагетти сковородки обжарить курицу добавить кабачок помидоры черри которые сегодня покупали и сделать такую пасту вот такая красота у нас получилось блюдо от славяна все нам приятного аппетита будем кушать ну а на десерт в чаю наш любимый бутерброд финик с грецким орехом тоже сегодня купили что мы поужинали буду с вами прощаться увидимся с вами завтра уже в новом видеоролике сейчас после моих слов будет черный экран там все самые последние выпуски обязательно посмотрите если не подписались на канал нажмите на красную кнопочку и подпишитесь пока